Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, нельзя пройти мимо новости о том, что XRP в моменте достиг 50 долларов на бирже Gemini, потому что эта биржа братьев Винкловосов вернула XRP и теперь депозиты также доступны, также доступна торговля и естественно здесь XRP достигал отметки в 50 долларов. Затем он снизился и даже какое-то время после того, как он снизился, он еще и достигал отметки в 1,5 доллара. Сегодня мы поговорим об этом, также поговорим о том, что у нас по новостям Ripple и также мы поговорим о том, что Ripple анонсировал интеграцию в Ганку. Что касается, значит, интересного, стоит отметить, что за последнее время волатильность рынка, конечно же, не веселит, потому что практически ее нету, рынок стоит на месте, XRP за последние 7 дней показывает минус 5%, ну то есть после того, как он достиг отметки в 66 центов, он все-таки начал снижение после того, как SEC заявила о том, что она подаст апелляцию и в итоге мы видим вот это небольшое снижение. Но в целом, в принципе, на рынке ничего интересного не происходит, хотя уже конец практически лета, осталось, грубо говоря, 19 дней и поэтому здесь мы видим, что да, действительно осенью стоит ждать высокую волатильность и стоит ждать интересных движений от рынка криптовалют. Если мы говорим про XRP, то XRP достигал на бирже Gemini отметки не то, что полтора доллара, а и даже 50 долларов. Он стоил тогда, когда начал торговаться и, наконец, биржа Gemini, она открыла депозиты и, соответственно, теперь вы можете торговать на этой бирже. Честно говоря, эту биржу я считаю второсортной, я на ней не торгую и, соответственно, нет у меня опыта взаимодействия с этой биржей. Если мы говорим про, естественно, то, как XRP достиг отметки в 50 долларов, видимо, когда он начал торговаться, как только начались торги, много лимитных ордеров или же крупный ордер был поставлен на, значит, 50 долларов и оттуда XRP начал торговаться. Затем, после того, как XRP снизился, здесь мы видим, что ордера на продажу до сих пор были на отметке полтора доллара, где, кстати, XRP был какое-то время, да, и затем, значит, снизился. И мы видим, что ордера были как и на полтора доллара, так и на 4 доллара, 21 доллара, 50 долларов и даже на 120 долларов были ордера на продажу. Если мы говорим про количество XRP, то, естественно, так как биржа второсортная и вы сейчас поймете почему, потому что здесь, по сути, ликвидности на этой бирже нет. Судя по продажам, мы видим, что кто-то, например, продавал по доллару и 10 центов, например, значит, 2 XRP, да, кто-то продавал там 9 XRP по цене выше, например, по 50 долларов продавали 1322 XRP. Ну, то есть, по сути, это не о чем, это, ну, вот говорит о том, что, ну, вообще никаких не может быть, в принципе, разговоров о том, что здесь есть какая-то ликвидность, да, и что эта биржа действительно очень хорошая. Потому что этой ликвидности нету и продавать там 2000-1000 XRP именно в ордер-блоках на каких-либо ценах, ну, например, психологическая цена 2 доллара, здесь всего было там 297 XRP. Ну, это очень смешно, это говорит о том, что, ну, биржа довольно-таки очень-очень второсортна и, в принципе, действительно, все, что от нее осталось здесь, это то, что XRP, в принципе, на ней достиг отметку 50 долларов. Это вот единственная положительная такая новость. Если мы, значит, говорим про определенные другие вещи, то мы здесь видим то, что является XRP важной частью системы RippleNet и вот American Express, он подтверждает партнерство с Ripple и будет использовать XRP. Здесь уже заявлено это и мы можем здесь прочитать об этом, да, и, в принципе, ну, это говорит уже также о многом. И также другой новостью считается то, что Ripple объявляет о плане продолжения интеграции XRP в Гонконг, в свою блокчейн-экосистему. То есть, так или иначе, многие связывают следующий буллран с непосредственным Китаем и, видимо, Китай действительно может запустить следующий буллран, потому что здесь мы видим, что криптовалюта, как ни крути, но уже связана с Китаем и, определенно, Китай связан с ней. И поэтому, действительно, если там США как-то пытаются запретить криптовалюту, все-таки страшить пользователей, Holder of XRP, та же SEC пытается давить на все это дело, на криптоиндустрию, то Китай, в принципе, ему просто нужно сделать adoption и все, и криптовалюта будет снова свести и пахнуть. Ну и, естественно, лидером только будет опять-таки Китай. То есть, в майнинге лидер сейчас, насколько мне известно, США, раньше это был Китай в 17-18 годах, даже в 19-м, по-моему, но сейчас все по-другому. Поэтому, что мы можем сказать, то есть, определенно, то, что Ripple XRP здесь стоил 50 долларов и теперь он не стоит эти 50 долларов, это, в принципе, ничего не значит, потому что здесь было чистой воды манипуляции и, понятное дело, что вы можете выставить ордера на продажу. Этих ордеров может быть много, вы можете там продавать по 49 долларов, по 21 доллару, но здесь вот, в принципе, количество XRP, которое было задействовано, ну, оно вообще мизерное. Это говорит о том, что, ну, никто не доверяет этой бирже, никто, в принципе, сюда особо и не заводил XRP, а вот если люди побежали делать депозит, заводить XRP, то вот они все и здесь и есть. Они, в принципе, хотят найти лоха, который отзовется на той стороне и, значит, купит эти XRP. Ну, а с вами был Криптовтеф, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok